В седьмой средней школе города Таллина большое торжество. Выпускникам вручают аттестаты зрелости. Незабываемый день для девушек и юношей. Памятный день для их родителей. Отличница Ингрид Вихман. Кандидат на золотую медаль Борис Там. С любовью провожает школа своих питомцев. Председатель Президиума Верховного Совета Республики товарищ Пяль принял выпускников отличников эстонских школ. Товарищ Пяль поздравил юношей и девушек и пожелал им посвятить молодую кипучую энергию строительству коммунистического общества. Коллектив московского завода ВАРС создал новые колесные электротракторы. Столица нашей Родины. Как всегда, зачинатель всего нового, передового. Все более совершенную технику дает сельскому хозяйству индустрия. Торжественно встречали в подмосковном колхозе соревнований и другой электротрактор, изготовленный в Матищинском районе Московской области. Сильная машина. Глубина в спашке 35 сантиметров. Качество полевых работ намного улучшается, а стоимость их вдвое меньше. Электротрактору не нужно горючее, он просто надежен в эксплуатации. Колхозное спасибо конструкторам и рабочим, создавшим машину, которая повышает культуру социалистического земледелия. Никогда еще на литовской земле не вырастали такие хлеба. Вот они, замечательные плоды содружества хлеборобов с наукой. 180 пудов отборной пшеницы с гектара. Известный литовский литурец, профессор Арудзинский, помог пронасу Жмияускас, звеневому совхозу Ажемяй, вырастить эту пшеницу. Скоро уборка. К летней страде все готово. А в Яванской долине жертва уже началась. Комбайнер Хасан Нарзулаев на полях колхоза коммуниста Аджикистана убирает место 8-15 гектаров сзади. В гористых местах жнут вручную. На поля вышли все. 75-летний Абдулан Нарзулаев и школьница Халимова соревнуются друг с другом. Хлеб сразу же обмолачивается. Колхозники Иванская долина положили начало соревнованию за высокие темпы и отличные качества уборки. Первый хлеб государству. В начало сдачи нового урожая государству радостно отметили хлеборобы Таджикистана. В Лагадехском районе Грузии началась первая ломка табака. Колхозники не ждут, пока зазреет весь урожай. Некоторые листья уже поспели, их сразу же убирают. Герой социалистического труда Антонина Ламидзе держит первенство в соревновании табаководов. Скорее всех нанизывает листья, подобрав их по размерам и степени зрелости, герой социалистического труда Марии Гошанце. Хорошо сушат табак жаркое солнце. А далеко за полярным кругом солнце порой даже в июне бессильно растопить снег. Но и на далекой Чукотке люди живут интересами всей страны. Как лучше выполнить трехлетний план развития общественного животноводства? Об этом сейчас ведут речь пастухи колхоза Министалина Анадырского района. Животноводы Чукотки решили вырастить в этом году сверх плана 10 тысяч оленей. Из артели имени Сталина уезжает посланец в соседний колхоз с вызовом на социалистическое соревнование. Чехословакия. В сельскохозяйственной Словакии, где почти не было промышленности, теперь строят большие предприятия. Индустриализация этого края – одна из главных задач Чехословакской пятилетки. Здесь сооружают текстильную фабрику, электротехнический и машиностроительный завод. Растущей промышленности нужно все больше и больше топлива. Шахта «Партизан» Сланской заняла первое место в соревновании Северо-Чешского бассейна. Каждую трудовую победу здесь отмечают как праздник. На гора выдано двухмиллионные тонна угля. В этом рукопожатии признательность героям пятилетки, кто своим вдохновенным трудом преображает родную землю. Австрия. Участники слета демократической молодежи вышли на улицы города Винернайштадт, чтобы выразить протест против ограбления народных масс, проводимого реакцией. «Мы требуем работы. Долой план маршала», заявил на митинге депутат парламента коммунист Хомер. «Наша страна никогда не будет американской колонией. Австрия пойдет по пути народной демократии». «Наша страна никогда не будет американской колонией». «Наша страна никогда не будет американской колонией».